Здравствуйте! В эфире программа «Семь минут». Сегодня у нас в гостях Владислав Беглецов. Молодому человеку удалось побывать волонтером на Параолимпийских играх. Расскажи, пожалуйста, Владислав, как ты туда попал? Добрый день, Оксана. Я являюсь студентом Академии ФСИН России. И, как все волонтеры, примерно два года назад мы подавали заявку на официальном интернет-портале «Сочи-2014». Где-то примерно в марте-феврале мы подали заявку. И у нас в течение двух лет проходил отбор. Сначала нашу анкету проверяли, звонили нам. Если мы подходили по определенным критериям, то мы продолжали дальше обучение. Наше обучение дальше состояло в прохождении тренингов. Мы решали онлайн-тесты на знания английского языка, на наши профессиональные навыки. Если мы подходили по профессиональным критериям, то мы переходили на следующий этап. Это онлайн-собеседование. То есть нам звонили по скайпу, либо мы сами приезжали в наш волонтерский центр. Если мы уже проходили по всем критериям, то нам на электронную почту приходило это сообщение, которое радовало всех волонтеров наш счастливый билет в Сочи. И это письмо называлось «Вы прошли на Паралимпийские игры». Ну, ты радостный. Я вижу, у тебя ощущения позитивные только и положительные. Эмоции из тебя прут. Ну, расскажи вообще, как там было? Как там было в Олимпийской деревне? Как было на соревнованиях? Ну, расскажи же, интересно. Когда мы все приехали, мы заехали в нашу деревню для волонтеров в Морозск. Мы жили на Красной Поляне, близко к Красной Поляне. Мы приехали, все волонтеры, все радостные, познакомились сразу же, нашли общий язык, общие темы для разговоров. И я работал на объекте спортивном «Лаура». И я работал в дополнительной горной деревне «Enduring Village», где размещались спортсмены, и они там проживали, в дополнительной горной деревне. Моя функция называлась «Event Service» – команда по обслуживанию мероприятий. То есть, мои функциональные обязанности заключались в том, чтобы радостно встречать спортсменов, может быть, им физически помогать донести их багаж до номера и, в общем, развлекать спортсменов. Приблизительно хотя бы основные критерии, то есть, как я поняла, знание английского, да? Как ты уже до записи сказал, что еще? Да, во-первых, это знание английского. То есть, спортсмены были из разных стран мира. Это Англия, Америка, Франция, Швеция и даже из Японии, из Китая. И поэтому знание иностранных языков или хотя бы базового английского и дополнительного французского или немецкого – это основополагающее. Ну и следующий критерий – это стрессоустойчивость, допустим, доброжелательность, ответственность, исполнительность, пунктуальность тоже играет немаловажную роль. Ну, раз уж мы с тобой начали говорить о деревне, расскажи, вот как там было? В деревне, в нашей деревне Морозко, допустим, стояли многоэтажные дома, построили около гор. То есть, когда утром просыпаешься, выходишь на балкон, свежий воздух, и ты смотришь на горы. Это вообще прекрасные виды с гор. Мы жили на полторы тысячи метров в горах. Волонтерам не давали скучать ни минуты. У нас был расписан весь день, ну, буквально по минутам, на самом деле, то смены в нашей дополнительной горной деревне. Либо мы ездили с волонтерами гулять в Сочи, в Адлер. Кто-то ездил, успел в Абхазию съесть, у кого было побольше выходных. Мы еще ездили в Сочи, в Ривьеропарк, там тоже очень красиво. Мы победили. Вот какие были эмоции, какие были овации, что чувствовали наши спортсмены, что они говорили. Ну, расскажи от первого лица, хочется. Да. У нас в дополнительной горной деревне и объект Лаура, у нас там проходили, по мнению, самые зрелищные мероприятия, это биатлон. В биатлоне мы просто рвали всех каждый день. Золото, золото, золото. Мы уже, когда встречали спортсменов с этими овациями, мы вас поздравляем, молодцы. Они тоже все радостные. Берет гордость за нашу Россию, что в этом году мы побили национальный рекорд по количеству медалей, золотых и общего зачета. Это вообще в голове не укладывается, как столько медалей Россия принесла своей стороне. И все спортсмены молодцы на самом деле. Я успел в первый день, когда у меня был выходной на смене, мы успели сходить на Лауру на биатлон и поболеть тоже за наших спортсменов. На стадионе не было ни одного практически свободного места. Там и американские болельщики, и английские, и японские. И к нам вышла знаменитая биатлонистка из Японии, Шоко Ото, и начала со всеми фотографироваться. Это было тоже очень приятно для волонтеров и для болельщиков. То есть такое внимание от паралимпийской чемпионки. Мы тоже сначала были все в шоке. А потом мы увидели мэра Краснодарского края тоже на Лауре, на биатлоне. Он тоже пришел поболеть за наших российских спортсменов. Был Томас Бах, президент Международного Олимпийского комитета, тоже присутствовал. Мы были на слэдж-хоккее, когда играла Россия и Норвегия, мы выиграли 4-0. Тоже ни одного места свободного, правда, не было. Все билеты были раскуплены. Мы были на церемонии закрытия паралимпийских игр. Вот это было шоу, как шоу. Прекрасная задумка благодарности всем режиссерам, хору нашему, детскому, российскому. Большое спасибо. Танцорам всем спасибо. Очень все шикарно провели это мероприятие и оставили самые лучшие воспоминания о паралимпийских играх в Сочи. Я думаю, всем церемония закрытия понравилась. Но в какой момент все-таки, по-твоему, стало уже понятно, что все, мы победили, дороги назад нет, и больше нас, в принципе, никто не обыграет? В какой момент, может быть, во временном промежутке? Ну, в общем, у нас паралимпийские игры, они шли 11 дней. И эти 11 дней были, наверное, самые насыщенными для спортсменов. Они выбегали на пробежки в 4 часа утра, итальянцы выбегали, американцы в 5 выбегали. И для них тоже было тяжело, они морально подготавливались тоже. И я думаю, было понятно, что мы выиграем, может быть, на 4 день или уже на 3 день, когда мы начали выигрывать медали на биатлоне. Все золото, серебро, бронза, на слэдж-хоккей тоже, на слалами. Просто огромное количество медалей. Но я думаю, дней на 3-м, на 4-м уже стало понятно, что уже все. Когда была последняя смена у нас на нашем объекте, мы устроили прощальную вечеринку. Все волонтеры плакали, рыдали, мы не хотим прощаться со всеми. Потому что мы за этот месяц уже сплотились, дружились. Мы стали одной командой, одной семьей. Некоторые волонтеры остались с Олимпийских игр, на Паралимпийские игры. То есть они там жили 3 месяца, получается. А им-то тем более не хотелось уезжать, не то что уж нам. Когда мы уже в поезд садились, прощались уже с Сочи, конечно же, грустно прощаться. Но у нас остались эти теплые воспоминания о Паралимпийских играх Сочи. Я думаю, каждый волонтер запомнит этот месяц на всю свою жизнь, конечно же. Владислав Беглецов у нас был в гостях. Парень молодец, съездил в Сочи, набрался хорошего настроения, привез его в Рязань. Спасибо тебе за это. Спасибо, Оксана, большое тоже. Ну, это была программа «Семь минут». И мы с вами скоро увидимся. Надеюсь, будет интересно. Всего вам хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok